Дорогие друзья, всем большой привет! С вами канал Супер Отпуск на даче и в сегодняшнем видео я буду готовить, готовить что-то из выпечки. Сегодня у нас будет первое видео такое конкурсное с конкурсом выпечки к Новому году. И начинаю я это видео очень необычно. Как вы можете видеть, я стою на пляже, а за мной плещется такое красивое море, друзья. И мы находимся в Турции. Приехали, да, друзья, в Турцию в декабре. И здесь еще можно купаться, здесь еще светит солнце. Вот я, кстати, сейчас думаю отснимусь, искупаюсь, переодену купальник. Море теплое, 22 градуса. На улице, ну, где-то сейчас здесь вот 25. Я думаю, что даже еще сильнее разогревается на пляже. Вот, поэтому, друзья, видео из наших путешествий будут выходить на канале Супер Отпуск в путешествиях, ссылку на который я обязательно оставлю в первом закрепленном комментарии там же, где будет и рецепт выпечки. И, друзья, оставайтесь с нами в этом видео. Оно будет необычное, интересное. Начинаю я его на пляже, но сейчас мы пойдем в магазин закупаться мукой, творогом, сметаной. Ну, творог сметаны, наверное, придется покупать на местном рынке. Нас обещали туда сегодня проводить. Ну и потом будем печь и дегустировать. В общем, друзья, я очень рада, что вы на нашем канале продолжаете смотреть это видео. Я надеюсь, оно поднимет вам настроение. Жду ваших хороших комментариев. А мы пошли в магазин закупаться продуктами. Так, ну вот мы нашли пшеничную муку в магазине. Так, один килограмм стоит 11 лир. Это 33 рубля. Есть 2-килограммовые пакеты. 60 лир. 20 лир – это 60 рублей, да, вот мне Паша подсказать. И вот такие большие 5-килограммовые пакеты, которые у нас стоят 50 лир – это 150 рублей. Так, ну мы, наверное, вот такую возьмем, да, как читаешь? Нет, Паш, килограмма немало. Давай вот эту, да. Возьмем 2 для торта. Остальное вроде уже все купила на местном рынке. Кстати, здесь же есть какао. Вот, какао. Я, кстати, искала. Какао я тоже не видел. А я уже купила для торта. Мне надо будет какао для обсыпки. Я уже покупала. Чай 500 грамм. В переводе на русские деньги 150 рублей. Вот где-то так, посмотрите. Вот еще. Ну, чай, чай недорогой. Чай у них нет дорогого. У нас, кстати, чай очень дорогой. Здесь нет. Здесь чай дешевле, это прям видно. Кто любит чай, здесь, конечно, чай подешевле. Это чай рассыпной. Есть чай в пачках. Вот. Разный. И с травами. И просто черный. И в пакетиках. И рассыпную чай в ногах. Ну, вот. Я не знаю. Ну, вот. Да. Это не липта. Ну, это не липта, но это где-то пачка стоит... 100... А, тут смотри. А, 100 пакетов. 100 пакетов где-то это стоит чуть больше 150 рублей. У нас это 250 стоит. Да, не меньше. Да. Ну, говорю, чай дешевле. Чай дешевле и чай в ногу. Выбор большой. Ну, что ж, друзья, начинаем наш конкурс. Начинаем с приготовления первого торта, который нам прислала подписчица Анна, которая очень ждала именно конкурса тортов и кексов. И рецепт у нее был готов еще с прошлого года. И она нам предлагает испечь ее самый любимый и необычный торт. Он очень красивый в разрезе. И первая реакция на него, как пишет Анна, а как это получилось? А как ты это сделала? Ну, друзья, посмотрим, получится ли сделать у нас так же. И для нашего торта сегодня нам понадобится творог. Мы купили фермерский, турецкий. Специально ходили на рынок за творогом. Посмотрите, друзья, какой творог. Я думаю, с таким творогом точно торт должен быть вкусный. Кстати, друзья, сегодня мы с Пашей им завтракали. Им местной сметанкой. Про сметану сейчас тоже расскажу. Она нам тоже понадобится. Кстати, творог нам очень и очень понравился. Цена в переводе на наши русские деньги где-то 240-250 рублей за килограмм фермерского творога. Вот такие здесь цены. Также, друзья, нам понадобится сметана. Но, друзья, сметану в Турции оказалось найти довольно непросто. И нам подсказали, что вместо сметаны турки обычно используют вот такой йогурт, который натуральный, без всяких добавок, друзья. И он действительно напоминает вкус сметаны и даже слегка-слегка кислит. Но не сильно. Совсем чуть-чуть. Кстати, говорят, друзья, в нем стоит ложка. Хотите, я вам открою, посмотрите. Посмотрите. И вот этот йогурт обычно используют все здесь вот русские, кто приезжает, вместо сметаны. Это нам рассказала русская местная жительница, которая живет в этом поселке уже 4 года. Вышла замуж за турка. Рассказала нам очень интересную историю. Но я думаю, как-нибудь мы вам перескажем. Также, друзья, мы, конечно же, не удержались и купили на рынке еще и сметаны фермерской. Слушайте, я думаю, торт будет у меня сегодня нереальный. Посмотрите, как она стоит. По-другому я слов подобрать не могу. Сейчас попробую вам открыть, друзья. Посмотрите, какая сметана. Она просто стоит. Но, дорогие друзья, тоже не кислая. Не кислая. Вот понимаете, вот не любят, видно, турецкие жители кислые молочные продукты. Но ничего, я думаю, что для торта как раз все сгодится. Также нам потребуется пачка сливочного масла. Нам потребуется, конечно же, мука. А муки здесь огромное количество. В Турции самые разные. Вот, кстати, я думала, надоль я муку в Турции. Но муки здесь оказалось очень много. И она здесь представлена в больших количествах. И кукурузная, и ржаная, и пшеничная, и какой только нет. сахарная пудра, кокосовая стружка, какао, да, купила местная, разрыхлитель, привезла из России, и шоколадка. И, друзья, начинаем печь, и не забываем присылать на конкурс ваши любимые рецепты тортов. Так как в прошлом году у нас совершенно потрясающе прошел конкурс салатов. И по результатам, друзья, ваших, да, рецептов, я сделала, собрала вот такой сборник салатов, который вы можете приобрести на моем сайте суперотпускнадачи.ру, где представлено порядка 200, что ли, я уже забыла, сколько, 280, друзья, 280 различных салатов, а также мои фирменные рецепты посола красной рыбы и буженины. Вот, можете все здесь найти, друзья. Рецепты все опробованы годами, вашими родными, близкими, только самые лучшие ваши рецепты. Я их всех вот так структурировала, собрала. Отдельно есть рецепты, салатов с курицей, с мясом, с мясными субпродуктами, рыбные, с грибами, с фруктами, с овощами, с колбасой, бутерброды, рулеты, закуски, чего только нет, друзья. Все очень для вас собрала, вот так вот постаралась, да, чтобы вы не путались. Кстати говоря, ни один салат здесь не повторяется, поэтому, если вам интересно, друзья, заходите на наш сайт суперотпускнадачи.ру, покупайте. Цена такого сборника 280 рублей. Он, друзья, приставлен в электронном виде, его очень легко распечатать вот на таких листах формата А4, если у вас есть принтер. Ну, а мы начинаем готовить и приступаем, приступаем к взвешению, потому что мне надо сейчас отмерить, дорогие мои друзья, 250 грамм творога. Анна, начинаю готовить ваш торт, уверена, он получится вкусным. И приготовление этого торта мы начинаем с приготовления творожных шариков. Для этого я беру творог. Вот такой творог, я вам скажу. Он, знаете, плотный, но очень нежный. Вот несмотря на то, что плотный, творог нежный. Сейчас я его чуть-чуть вот так порублю ложкой и добавляю в творог желток одного яйца и 3 столовые ложки сахарного песка. И все хорошо перемешиваю. Добавляю в получившуюся массу 5 столовых ложек кокосовой стружки. Кстати, друзья, я привезла ее из России. Я почему-то больше всего опасалась, что я не найду что-то на торты. Я везла кокосовую стружку из России, как и прочим, и разрыхлите, и дрожжи на всякий случай, и много еще чего. Но я сделала это зря, потому что турки, видно, очень любят сладкое. И здесь для сладкого есть абсолютно все и даже больше, чем у нас. Я была очень сильно удивлена. 3, 4, 5. Мне кажется, торт будет чем-то напоминать конфеты Рафаэлла. Перемешиваем. С получившейся массы творожной, с кокосовой стружкой, с желтком яйца и с сахарным песком мы должны вылепить 20 шариков. Лепим, друзья. Не знаю, правда, сколько брать на один шарик, но сейчас я думаю, глазомер меня не должен обмануть. Лепится хорошо. Творог для липки такой хороший. Вот он, кстати, хорошо, что он, знаете, такой не жидкий творог. В общем, друзья, жидкий творог не берите. Творог нужен такой плотненький, чтобы шарики у вас хорошо катались. Катаем. Кстати, друзья, напишите, как вам окно и как вам вид за окном. Дело в том, что, видите, турецкие кухни, они с окнами и они с большими балконами. Посмотрите, какие дома, вот, да, за окном вы можете увидеть. Паш вам сейчас чуть-чуть приблизит. И там везде, 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 во всех домах очень большие балконы. Турки очень любят балконы. Очень. Они проводят на них огромное количество времени. Пьют там чай, завтракают, выращивают цветы. Много чего делают. У них там даже и занавесочки висят. Но здесь дома новые. Еще они не все заселены в нашем районе. А так вообще балкон для турецкого жителя это целая история. Я, кстати, друзья, когда первый раз была в Турции, ну, я никогда не жила, вот так как мы живем сейчас, среди обычных жителей, в обычной квартире. Мы ездили отдыхать в отеле и как-то раз мы, друзья, помню, поехали в аквапарк, в Анталию. И вот нас везли по городу и меня тогда очень сильно поразили их огромные балконы в домах. Вот мы, кстати говоря, здесь снимаем квартиру и у нас на три комнаты три больших-больших, широких, огромных балкона. Ну, по нашим меркам это просто громадные балконы. Но, друзья, обо всем этом я рассказываю и показываю на нашем телеграм-канале, подписаться на который можно по ссылке, которую я оставлю, в закрепленном комментарии. Все наши видео ежедневно я выкладываю. 15, 10, 20 видео, иногда посты пишу. В общем, не соскучитесь, друзья, если хотите видеть каждый день. А если, друзья, хотите просто иногда смотреть наши видео из Турции, которые я, конечно же, делаю, подписывайтесь на наш второй канал, который называется Суперотпуск в путешествиях. И первое видео из Турции там уже вышло. Мы ездили в Аланию, в старую крепость, сняли много интересного, нам очень понравилось. Друзья, ну что, катаем шарики. Сколько я скатала? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, приблизительно, я думаю, штук 20 и получится. Посмотрим, что будет на выходе. Пробовать я не знаю, где мы будем с Пашей, придумываем еще что-нибудь интересненькое для того, чтобы попробовать. Кстати, друзья, переехали сейчас вот на чуть-чуть в Турцию пожить. Но мы всегда зимой куда-то уезжаем. Кто давно за нашим каналом следит, те это знают. И немножко сразу стало полегче жить. Скажем вам честно, поднялось настроение. Видно, море и солнце все-таки делают свое дело. Ну и такая, знаете, размеренная, неторопливая турецкая жизнь. Жизнь турецких жителей. За ней очень интересно наблюдать. Потому что живем мы, друзья, не в городе, мы живем в поселке. Место это такое очень интересное. Здесь можно встретить много таких старых дедулек, бабулек, старых жителей, которые неторопливо сидят возле своих курятников. Кстати, местные жители очень приветливые. И у нас в доме живут и русские, много русских, кстати говоря, и турки. И вот в нашем подъезде и турецкие жители, мы русские. Они уже выучили по-русски здравствуйте, доброе утро. Мы выучили по-турецки, да, какие-то тоже определенные слова приветствия. И вот очень так нам пока нравится, никаких проблем нет, очень верно живем. Что ж, у меня получилось ровно 20 творожных шариков, правда, вместе с одним маленьким, ну прям глаз алмаз. Ну, либо все так рассчитано по рецепту. Вот действительно 20, друзья, даже не считала. И пока мы будем дальше готовить наш торт, убираем наши творожные шарики в холодильник. Продолжаем готовить дальше. И берем 200 грамм сливочного масла. Кстати говоря, здесь пачки по 250 грамм. Друзья, добавляем 2 столовые ложки сахара. Вбиваем 3 яйца. И добавляем белок одного яйца. Помните, желток-то у нас ушел в творожную массу, а белок остался. Вот белок тоже сюда. Безотходный торт. Хорошо перемешиваем, пока вилочкой или венчиком, и потом взбиваем миксером до плотной такой хорошей пены, как нам написала Анна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляем 150 грамм сметаны. У меня здесь, друзья, 330, поэтому я просто возьму половиночку. Я уже все взвесила. Это своя свойская сметана, которую мы вчера купили с Пашей на рынке. Готовились к конкурсу. Кстати, дайте я попробую, мне прям интересно. Паш, кстати, пробовал. Паш, как? Именно чистая сметана? Я пробовала с творогом, а отдельной сметаны нет. Мне, конечно, не хватает кислинки. Вообще, ну, я думаю, для торта это прям то, что надо. Итак, добавили. Ммм, жирная. Прям чувствуется, друзья, жирная сметана. Так, 150 грамм сметаны добавляем. Добавляем 3 столовые ложки молока. Я уже отмерила. И пока вот это, друзья, перемешаю. Нам надо срочно купить еще с Пашей что-то из глубокой посуды. Посмотрите, какая у меня маленькая миска. Я даже не знаю, смогу ли я замесить на тесто. Возможно, сейчас придется все перекладывать в какую-то кастрюльку. Видите, как, друзья, конечно, тяжеловато что-то готовить и выпекать не на своей кухне. Тем более, что, в принципе, у нас тут такая... На самом деле, квартира новая. Мы первые, кто здесь живем. Дом только построили. Нас никто не жил. И посуду мы всю практически покупаем сами. Вот. И тут порой не знаешь уже, что купить. Какие миски для торта. Вот, видите, маловато миска. Но ничего. Так, сметану вмешала. Теперь, друзья, что делаем? Берем муку. Нам надо 2 вот таких стакана. Ну, друзья, все точные дозировки я напишу в первом закрепленном комментарии под этим видео. Обязательно считайте и рецепт, и дозировку. Итак, беру 2 стакана муки в отдельную посуду. Сейчас вы поймете, для чего. Потому что мне надо добавить сюда разрыхлитель. По рецепту, друзья, надо 2 чайные ложки разрыхлителя. Но посмотрите, какие маленькие чайные ложечки в Турции. Мне кажется, она точно в 2 раза меньше, чем наша чайная ложка. Поэтому я буду добавлять не 2 ложки разрыхлителя, а я думаю, все 4. Я думаю, только так это будет как-то похоже на то, что нам надо. Но вы добавляете 2, если у вас обычный. О, кстати, а он, это как бы все. Здесь и есть 2 чайные ложки. И теперь буду добавлять муку вот в это тесто. Но, друзья, мне придется взять другую кастрюлю. Вмешиваю муку осторожно, друзья, чтобы тесто не было очень крутое. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Поэтому, возможно, уже достаточно. Потому что, вообще, друзья, знаете, как муки надо добавлять? Емкость должна быть на 250 миллилитров. А мне кажется, вот эти турецкие стаканы на 250 грамм. Не 200 грамм муки, а емкость должна стакана быть на 200 миллилитров. А это разные вещи. На 200 миллилитров воды. Поэтому я думаю, что муки достаточно. Я прямо, у меня опять глаз алмаз. Оставим это на пирожки. Уже с разрыхлителями. Мне кажется, достаточно. Даже, возможно, получилось немножечко погуще, чем надо. Но, видите, как. Надо купить здесь где-нибудь, посмотреть в магазине. Здесь, кстати, неплохие хозяйственные магазины. Вот такую кружку мерную, где было бы все написано, сколько миллилитров воды, сколько грамм сахара, сколько муки. Так, что делаем дальше? Получившееся тесто делим на две части. И в одну часть добавляем 2 столовые ложки какао. Сейчас посмотрим, какой местный какао. Кстати, друзья, я тут недавно готовила, помните, кекс на скорую руку с овсяными хлопьями из какао. И вот вы знаете, я, кстати, не ожидала, а какао, оно тоже разное. Я использовала какао, который мы привезли с Пашей из Индибара. Мы покупали его в Африке. И оно оказалось по весу намного легче нашего какао. Мне потом написали. Потому что мне надо было в рецепт добавить 20 грамм какао. Я взвесила, и у меня 20 грамм какао, это получилось 6 столовых ложек из Индибарского какао. Понимаете? Поэтому какао везде разное. А мне потом написали, Светлана, вы что-то, кажется, перепутали, потому что мы взвесили 20 грамм, это 2 столовые ложки. Понимаете? А из Индибарского какао целых 6 столовых ложек получилось. Поэтому я не буду в этот развешивать. Возьму просто, как написано в рецепте, 2 столовые ложки какао. И добавлю его вот в одну часть теста, а другую оставлю светленькой. Ну и, соответственно, перемешаю то, что с какао. У нас получилось, друзья, с вами 2 теста. Одно тесто вот такое коричневое, шоколадное, с добавлением какао. И вот такое светленькое тесто. Анна, я очень беспокоюсь, что у меня получилось густовато. Пишите, получится ли у меня торт. Но переделывать уже, конечно же, поздно. Видите как? Все-таки надо иметь вот этот мерный ковшик. И смотрите, друзья, какое здесь подсолнечное масло. Мне кажется, мы вот ходили в магазин, я вообще не видела маленьких бутылочек. Паш, ты не замечал маленькие бутылочки, вот мы с тобой когда масло покупали? Есть. Есть, да? Но есть вот такие большие, друзья, это 2 литра. А есть, кстати, еще больше. И масло у них стоит намного дешевле нашего, но не то, что намного. Я бы даже сказала, наверное, как минимум в 2 раза. Масло подсолнечное вообще недорогое. Так, смазываю форму подсолнечным маслом. Друзья, у меня вот такая форма. У меня, кстати, тут спрашивали ее диаметр. И я не ответила, потому что я не знаю. Я не мерила. Ну, давайте прикинем. Ну, где-то 20 сантиметров. 20, может быть, 22. Вот так вот. Я, кстати, не знаю, подойдет ли сейчас эта форма. Я ничего не могу сказать. Мне сложно. Да, подойдет она, не подойдет. Вот тяжело мне сказать, друзья. Вот под этот именно торт. Мне почему-то вот хотелось бы взять поменьше. Но поменьше у меня нет. И вы знаете, я, наверное, все-таки чуть-чуть присыплю мукой. Сделаю вот такую французскую рубашку для того, чтобы хорошо снялось. Я, конечно, не знаю, как он будет сниматься. Но сделаю на всякий случай. Ну, и потом, конечно, да, Паша мне подсказывает сейчас все правильно. Говорит, здесь, конечно, другие продукты. Что говорить? Здесь все другое. Она вот, например, даже Анна написала. Если у вас будет густая сметана, то тоже надо брать, да, поменьше муки. Или если, например, творог, да, вот он тоже будет. Бывает же, да, такой жидковатый творог. Ну, хотя нет, творог у нас идет на шарики, друзья. Творога здесь нет. Здесь сметана имеет значение. Так, ну, хотя бы вот так, чуть-чуть, чтобы уж точно. Корж у меня снизу снялся, а то я что-то беспокоюсь. Выкладываю в форму сначала белое тесто. Ну, да, вы знаете, наверное, густовато. Ну, посмотрим. Теперь уж посмотрим на результат. Не повторяйте, друзья, моих ошибок. Видите, тесто должно быть консистенцией густой сметаны. Чуть-чуть пожиже оно в идеале должно быть. Смотрите, что у нас получилось. И дальше на светлое тесто мы выкладываем тесто шоколадное. Шоколадное. И также равномерно распределяем его по поверхности всей формы. Кстати, тесто удобно распределять, друзья, ложкой. Я попробовала сейчас сделать это лопаточкой, но мне показалось, что ложечкой как-то удобнее. Ну, наверное, кому как. Ну, и последний этап. Выкладываем на наш последний вот такой коричневый корж наверх нашего торта будущего наши творожные шарики, которых, я уверена, уже все забыли, как мы их катали в начале этого видео. Ну, точно форма должна быть меньше. Надо посмотреть, кстати, есть ли здесь форма. Эту форму, друзья, я привезла из России. И когда мы с Пашей везли все эти сумки, нас несколько раз остановили работники таможенной службы и спросили, а что это у вас? Оставили открыть сумки. Больше всего заинтересовала почему-то вот эта форма, что это такое. Я говорю, да это торты выпекать. Вот. И миксер. Да, ну, вот прям не хватает шариков. Слушайте, у меня остался творог. Я сейчас шариков сделаю побольше. Что сделать, если у меня торт большой? Если у меня такая форма. Сейчас придется мне сделать немножечко, добавить шариков. Ну, а может и нет, даже не знаю. В общем, друзья, форму берите меньше. Видите, у меня где-то 20, может быть, там с какими-то сантиметрами. Там 22, и эта форма, ну, немножко, как мне кажется, большевата для данного количества ингредиентов. Ну, хорошо, оставлю как есть. Вот так. И, друзья, отправляем вот это все запекать в духовку, разогретую до 180 градусов на 45 минут. Духовка, кстати, здесь электрическая. И я включила режим нагрева сверху и снизу, как я обычно это делаю. Ну, и выставила температуру 180 градусов. Надеюсь, все хорошо запечется. Через 45 минут проверим. И, дорогие друзья, пока выпекается наш торт, мы будем делать крем. Для этого мы будем использовать всю оставшуюся сметану. Но, так как у меня форма большая, я взяла еще немножко сметанки. Я добавила, друзья, я боюсь, что мне просто того количества сметаны точно бы не хватило. В общем, берите форму меньше. Кстати, Анна, откликнитесь, какого диаметра надо взять форму. Это действительно очень важно. И, друзья, как делаем крем. Берем оставшуюся сметану. Ну, по рецепту у вас ее должно остаться 150 грамм. И добавляем в эту сметану 150 грамм сахарной пудры. И хорошо взбиваем миксером. И, пока я буду это делать, друзья, давайте покажем вам, как интересно выпекается торт. Коржи начинают подниматься, да, потому что там разрыхлитель. И вот эти вот творожные шарики, они как бы опускаются внутрь в корж. Ну, я так понимаю, что, наверное, они или все должны уйти, или, ну, больше их часть. И выпекается пока, наверное, минут 10, да. И уже вот так вот, вроде как, интересно стало все подниматься. Ну, что, прошло 45 минут. Вытащила я, из духовки вынула, вернее, да, наш тортик. Будущий он пока еще не полностью сделан. И дальше я даю ему остыть, потом сниму форму. И будем украшать кремом и шоколадом. Итак, друзья, мой тортик остудился. И вы знаете, у меня совершенно не оказалось никакого большого блюда для того, чтобы поставить этот тортик, соответственно, да, на блюдо. И что я решила сделать, друзья? Я решила опять надеть форму. Я вот так вот надела форму и оставлю пока в форме. Пока буду заливать кремом, все оставлю в форме. В общем, что делаем дальше, друзья. Берем наш крем, который мы сделали из сметаны и, соответственно, и из сахарной пудры. И вот так вот сверху заливаю. Хотя, наверное, правильнее сказать, закладываю, да. Наш торт кремом. Полностью, весь покрываю вот так кремом. Крема, друзья, я сделала побольше. Я уже сказала, у меня большая форма. И я решила добавить еще сметанки. Кстати, какой крем получился. Я, конечно же, пробовала. Ммм, вкусный. Очень вкусный крем. Кстати, друзья, мы взяли сметаны больше, но наша сметана же здесь не кислая. И на большее количество сметаны, раз в два я взяла больше, надо было взять на крем 150 грамм. Я, наверное, грамм 300 точно взяла. И мы добавили также 150 грамм сахарной пудры. Так же, как полагается на 150 грамм сметаны. И, кстати, нам вкус понравился. Поэтому сахарную пудру все-таки, да, я вам рекомендовала регулировать, как вы любите, по вкусу. И окончательный, да, итог. Посыпаем наш торт шоколадом. Слушай, Паша, а он у нас и не такой маленький получился. Ну, конечно, здесь много крема. Крема я сделала побольше. Ну, ничего, посмотрим. Воздушный должен получиться. Да, да, да. Ну, такой, знаешь, как будто залитый воздушными сливками. Как будто бы так вот прям кажется. Посыпаем шоколадом. Кстати, друзья, шоколада здесь много. Вот стоимость шоколада. Ну, знаете, не могу сказать, что намного дешевле, чем у нас в России, но не дороже. Чуть-чуть подешевле, вот так я бы сказала, чуть-чуть. Большая шоколадка вот в переводе на наши деньги 60 рублей в среднем. Вот такая цена. Ну, оно приблизительно и у нас так же. Все, конечно, зависит от вида шоколада, от того, где его покупать. Потому что в маленьких магазинчиках шоколад бывает дороже. В больших, да, супермаркетах бывают какие-то акции. И шоколад бывает подешевле. Так, слушайте. Ну, мне кажется, все готово. Что ж, друзья, наш торт готов. Анна, пишите, как вам. Все ли правильно или что-то мы не так сделали. На ваш первый такой взгляд. И, конечно же, друзья, нам предстоит дегустация. Сейчас, кстати говоря, отправляем его в холодильник. Пусть постоит, пусть охладится, пусть хорошо пропитается кремом. И чуть позже будем дегустировать. А дегустировать мы будем в очень интересном месте. И дегустация у нас пройдет очень необычно, друзья. Поэтому смотрите это видео до конца. Оно будет очень интересным. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что ж, дорогие друзья, с добрым утром. У нас наступил следующий день. И мы находимся в таком красивом месте. Посмотрите, сзади меня море. Средиземное, турецкое. В этой части, да. Очень красиво. Здесь такой обрыв. И скалы, прещатся море. Летают какие-то большие птицы. Мы не можем понять, пока спаши какие. Высоко в небе. Сейчас немножечко их засняли вам. И, друзья, ну что, приступаем к дегустации. Посмотрим, что у нас получилось. Я вся в предвкушении. Потому что, как мне кажется, немножко была неправильно подобрана форма под размер торта. Но, мне кажется, все-таки должно же что-то получиться. Давайте разрезать. Друзья, надену очки, потому что очень сильное солнце. Вы же меня извините. Так, ну что, режем, Паш? Ну, конечно. Я прям боюсь, честно. Я прям боюсь. Я не знаю, что получилось, друзья. Я представляю, Анна сейчас смотрит тоже и думает, что же у них там в разрезе будет. Потому что Анна сказала, что именно в разрезе торт очень-очень интересный. И у нее все спрашивают, а как у тебя это получилось, а как ты это сделала. Поэтому, друзья, ну давайте смотреть, что там будет в разрезе. Слушай, ну правда в разрезе-то интересный. А что с твоей стороны? Змейка такая. Змейка? Да. Так, а с моей стороны... Как волна. Давай вот так на тарелочку положим. То же самое, да? Ну, такая же. Такая же. Как волна, да? Посмотри. Очень интересно, друзья. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Очень интересно. Да, ну правда интересно. Мне кажется, действительно так оригинально получилось. Как вам? На фоне моря, друзья. Ну и к турецкой дегустации. А дегустация у нас действительно турецкая. Друзья, мы разливаем с Пашей турецкий чай, который мы привезли с собой. Кстати, здесь очень принято приезжать вот так семьями. Вчера вот было, например, воскресенье. Воскресный день был. И здесь вот приезжали местные жители с семьями. Посмотрите, какие беседки. Кстати, остановиться здесь можно совершенно бесплатно. Как вы видите, мы просто приехали, взяли с собой чай, торт и будем пить чай. Можно также привезти мангал. Вчера видели, как привозили газовый баллон. Езжалили рыбу на сковородке. Местные жители с детьми, снохи, с сестры, мамки, дочки, зятья. Ну вот прям вот, знаете, такая целая большая семья турецкой была. От малого до великов. От малого до великов, правильно Паша говорит. И, кстати говоря, после этого я тоже видела, как они пили чай. Они все приходят с своими тормозочками. И вот с такими, как правильно назвать, ну, по-нашему это стаканчики небольшие, да. Но именно из них, друзья, и пьют турецкий чай. Если вы когда-то были в Турции, именно в таких небольших стаканчиках вам всегда подают турецкий чай. Ну что, Паша, разливаем турецкий чай. Сейчас, друзья, у нас будет настоящая декустация. Кстати говоря, солнце как припекает. Сегодня, друзья, 5 декабря мы снимаем. Вы посмотрите, солнце печет, что хоть загорай. Я, кстати, взяла купальник. Сейчас после дегустации можно и в море окунуться. Паш, ну что, приступай к дегустации. Зрители по тебе соскучились, очень за тебя волновались. Куда ты пропал? Что с тобой? Ну, Паша, друзья, как вы видите, слава Богу, жив-здоров. И вы знаете, я от всей души желаю, чтобы все ваши родственники были живы и здоровы. Вот. В наше такое непростое время, чтобы все были живы и здоровы. Вот. Самое большое вам пожелание сейчас. Ну, а мы немножко вас отвлекаем от грустных мыслей. Потому что, знаете, негатива в жизни и так много. Давайте себе устраивать небольшие положительные моменты. Если вы можете куда-то выехать, друзья, временно. Я говорю просто так, отдохнуть временно. Потому что сейчас это слово сразу будет истолковано, я не знаю как. Вот. Но, друзья, знаете, мы всегда с Пашей уезжали на зиму. Не то, чтобы прям на всю зиму. Но мы отдыхали и подолгу. У нас были и месячные туры в Таиланд. Кто смотрит наш канал давно, все это знают. В этом году мы решили посетить Турцию. Как вы видите, сейчас здесь очень тепло и можно купаться. Кстати говоря, мы действительно купаемся. Я никогда не думала, что в декабре месяце можно купаться. А почему был такой сделан выбор? Ну, друзья, конечно же, из-за финансов. Потому что, естественно, конец ноября, декабрь. Здесь значительно дешевеют цены и на проживание, и на все остальное. А на самом деле еще тепло. И до конца декабря будет очень теплая погода. И можно будет и в море купаться. Ну, не сказать, что прям очень-очень теплая вода. Ну, где-то в пределах от 20 до 22 градусов, как нам кажется, сейчас вода. Но так как и уже воздух не прогревается, например, да, так как он прогревается летом, там, до 35, скажем, то выходить очень комфортно. Температура воды, она практически равна температуре воздуха. И, кстати говоря, в этом месте, где мы остановились, здесь горы, 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 как вы могли заметить. И пляж находится внизу, в падине, в горах, и там нет ветра. То есть такое хорошее, это самая практически южная туристическая точка Турции, поселок Газипаша, под Аланьей, 40 километров от Аланьи. И здесь достаточно тепло. Ну, и, соответственно, цены дешевле сейчас, в декабре, друзья. Так что в Турции в декабре еще можно отдыхать. Ну, а мы будем дегустировать. Паш, приступай, будешь говорить, как торт, а я тебя сниму. Ну, Паш, пробуй, что там у нас получилось. И говори, вкусно или нет. Говорят, как ты пробуешь, так никто не пробует. Ну, а как еще могло быть? Конечно, вкусно. Ну, я не знаю, что ты молчишь. Давай нам тонкости говори. Что ты там чувствуешь? Чувствуешь ли кокос? Какао, творог. Там же творожные шарики. Помните, друзья, мы же лепили творожные шарики? Вот они жестковато. Ложка проходит вот так. Творожные шарики, да? Вот здесь прям легко. Вот это вот. Бисквит. Бисквитик. А, ну, сверху это вообще крем. Да, вот этот крем вообще прям такой нежненький прям. Во рту дождает. А вот здесь уже так сложновато. Ну, сам по себе сочный торт получился. Не суховат, скажи? Как у меня вышло? Вкусно? Ну, и хорошо. Ну, может быть, он был бы суховат, если бы не было бы крема. Ну, понятное дело. Без крема, знаешь, любой торт был бы суховат. Он, знаешь, чем, что напоминает? Ну, если без крема. Вот пирожный, картошка есть. А, как картошка, да? Ага. Ну, это если был без крема. В смысле, бисквит напоминает пирожный, картошка, да? Понятненько, понятненько. Особенно вот эта вот шоколадная часть. Ага. Ну, сейчас я. Я вот думал, на что уж похож. Так, ну что, в разрезе торт выглядит вот так, друзья. Друзья, действительно интересный выглядит. Как бы волнами такими, да? Вообще поразительно. Правда, классно. Я тоже буду пробовать, друзья. Я тоже хочу попробовать, что у нас в итоге получилось. И сейчас вам скажу, скажу свои ощущения. Так, ну что, друзья, пробую я. Необычный тортик. Конечно, а как могло быть по-другому, если еще на берегу моря стоять? Это да. Ты знаешь, что такое необычное сочетание вкусов, я хочу сказать. Что, во-первых, чувствуется творог. Вот от этих творожных шариков. Причем он чувствуется не сразу, а именно действительно в тот момент, когда ты проходишь этот шарик, да, вот ты его подцепляешь на ложку, и вроде пока ты до него не дошел, ты не чувствуешь творог, а потом раз, неожиданно, вау, нота, нотка творога. Это, знаете, как духи. Сначала ощущаешь один запах, да, вот его, а потом немножечко проходит, не знаю, там, какие-то, какие-то секунды, и ты начинаешь другой запах ощущать. Вот так же, кстати, в этом торте. То есть сначала ты чувствуешь просто крем. Крем, кстати говоря, такой мне понравился крем. Такой он нежный, пышный получился, да. Потом, действительно, вот эта вот шоколадная часть, она идет, знаете, как картошка. Да, вот кто любит пирожные, картошка, мне тоже очень сильно напомнило. Ну, белый бисквит, просто как какая-то белая такая подложечка, это понятно. И еще раз, да, когда проходишь, вот в данном случае, вот этот творожный, вот я сейчас, да, вот так ложечкой его отломила, вот творожный шарик, вот этот, и прям вот ярко чувствуется творог, прям ярко выражено. Ну, вы знаете, оригинальный торт, интересный, я такой никогда не пробовала. Он не похож ни на какие другие, которые вот я выпекала, действительно. Мне понравился. Мне понравился. Единственное, друзья, мне кажется, у меня немножечко получился жестковатый бисквит. Он мог бы быть, как вам сказать, понежнее, но я перебрала с мукой. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с мукой, как написала Анна. Если, например, у вас сам по себе творог, вот как у меня был, он такой не жидкий, а прям такой вот он жесткий был, да, то муки поменьше кладите. Если, соответственно, у вас жидкий творог, можно чуть побольше. Вот с мукой будьте осторожны, потому что если бы я чуть-чуть поменьше муки положила, мой бисквит был бы нежнее. Но все равно вкусно. А на берегу моря шикарно. А чай какой вкусный! И, кстати, друзья, еще один момент. Сейчас с Пашей немножко обсудили. Вы знаете, торт неприторный. Вот если вы не любите сладкую выпечку, вот он неприторный. Вот, знаете, мне кажется, вот сахара ровно столько, сколько его надо, для того, чтобы торт был не очень сладким. Он сладкий, конечно, как торт может быть не сладким, но он не очень сладкий, и он неприторный. Это важно. Но, друзья, помните, что я добавила в сам крем, у меня получилось больше сметаны, а сахарной пудры я добавила, получается, в два раза меньше, чем надо было. То есть тоже регулируйте, смотрите, как вы любите. Но в целом торт нам понравился. Мы сейчас с Пашей с удовольствием продолжим наши чаепития и надеемся, что вам такая дегустация на берегу моря пришлась по душе. Пишите, кстати говоря, как вам такая дегустация. Я думаю, интересно. Я думаю, интересно. Видите, как в этом году получилось? Мы немножко пораньше уехали. Обычно мы уезжали в январе. Помните, в прошлом году мы в Египет в январе уезжали в круиз по Нилу. Кстати, с Пашей вспоминаем. Боже мой, неужели год прошел? А год уже прошел. Поэтому, друзья, радуйте себя какими-то ежедневными положительными эмоциями. Пеките тортики, пеките блинчики, что любят ваши близкие пирожки. Радуйте своих близких. И, конечно же, пишите нам. Давайте обратную связь, понравилась ли вам такая дегустация. А если, дорогие друзья, в вас заинтересовало наше путешествие в Турцию в зимний такой период, вот в декабре, видите, какая погода, то смотрите наш второй канал «Тоберотпуск в путешествиях», ссылку на который я дам в первом закрепленном комментарии, как и рецепт этого торта. И переходите по ссылке, друзья, смотрите наше путешествие. Я иногда выкладываю на этом канале видео. Одно уже было, кстати, первое, как мы ездили в Аланию, бродили по старой крепости. Мне кажется, было увлекательно, интересно. Но мы, наверное, с вами прощаемся уже в этом видео. Желаю вам хорошего настроения. Говорят, в России сейчас морозная погода. Нам родственники пишут, что стоит звенящий мороз. За кроликами и за буянами друзья присматривают, не переживайте. Вы уже знакомы с моим папой. Вот он присматривает и за кроликами, и за буянами. Буяна его знает, любит. Они вместе гуляют. Поэтому все в порядке. Живите, друзья, счастливо. И радуйте себя еще раз какими-то ежедневными положительными моментами. А мы с вами прощаемся. Желаем вам хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok